Стресс — это особое испытание в жизни человека, когда человек теряет свою жизненную нить. Это значит, что его разум перестал контактировать с той силой, которая называется целью жизни или высшей целью жизни. Это даёт самое большое счастье человеку в жизни. Высшая цель жизни даёт самое большое счастье, и на нём строится вся жизнь, вся судьба человека. Большинство людей не знают своей высшей цели жизни. Они её выбирают спонтанно в результате поступления счастья. Например, женщина видит, когда от её ребёнка исходит очень много счастья, для неё это становится высшей целью жизни. Или человек кого-то полюбил, допустим, для него любимый становится высшей целью жизни. Иногда люди выбирают высшей целью жизни — построить себе дом или поменять страну, допустим, уехать куда-то в другое место жить. Думают, что это высшая цель жизни. И если человек выбирает неправильно высшую цель жизни, то есть опасность, что это не получится. А если это не получается, то точно так же, как, допустим, можем повесить много-много разных предметов на одну нитку. И когда мы эту нитку обрезаем, всё падает. Точно так же, когда у человека есть высшая цель жизни, она когда рушится, то вся жизнь человека теряет смысл. Падает, его судьба рушится, и он не знает, зачем он живёт. У него нет счастья в жизни. Как есть такая русская пословица — «За что боролся, на то и напоролся». Простите. Я не знаю, как он переводится или нет. Волганский. Ну, то есть, если человек неправильно выбрал цель, и он как бы всего себя отдаёт туда, то тогда результат тоже будет неправильным. Для того, чтобы выйти из стресса, недостаточно консультации психолога, недостаточно просто вести здоровый образ жизни, недостаточно отвлечься, как некоторые говорят, отвлекись от этого, отвлечься невозможно. Человек должен полностью поменять свой смысл жизни. Он должен переосознать, зачем он живёт. Должен поставить себе какие-то высшие цели в жизни. И эта высшая энергия счастья, которая идёт от высших целей, растит его душу, сделает её счастливой, успокоенной. Так человек развивается в жизни. Для развития нам нужны вот такие вещи страшные, когда стресс длится минимум полтора года. Он может длиться также и три, и четыре. Иногда человек вообще всю жизнь не может выйти из стресса, потому что он не может поставить себе другую цель. Девушка думает, если я в стрессе нахожусь из-за того, что я потерял от какого-то мужчину, то тогда, значит, мне надо другого мужчину, для того, чтобы выйти из стресса. Она находится от другого мужчину, но из стресса не выходит. Почему? Потому что этого недостаточно. Нужно поменять свой смысл жизни, глубже относиться к жизни, к самой. Продолжение следует...